Приветствую всех, кто заглянул на мой канал. В сегодняшнем видео хочу рассказать о правилах в нашем огородном сообществе. И вообще, выполняются ли эти правила, и каковы эти правила. В общем, хочу вам сделать небольшой такой рассказ про эти самые правила. В нашем огородном сообществе 117 участков. Участки поделены таким образом. 100 квадратов и 200. То есть, вот мой участок, это 200 квадратов. У моих соседей тоже у них 200. И вот эти сбоку у меня, у них 100 квадратов маленькие. Вот это моя кона тоже. У нее тоже 100. И вот рядышком 100. Как это поделили, я не знаю. Это уже, как сказать, видать, много лет назад уже тут все разделено. Так, вот эти мои соседи. И насчет соблюдения правил, хочу я вам сказать. Конечно, кто-то их соблюдает, но в большей степени, конечно, швейцарцы. Но у нас их не так много, больше иностранцы. Ну, иностранцы, как говорится, не особо слушают эти правила. Ну, как сказать, до поры до времени. То есть, может случиться так, что если вам сделали 2-3 замечания, вас просто выгоняют из сообщества. Ну, вот, например, мои соседи. Вот у них полностью все правила нарушены. Вот смотрите, вот эта деревянная постройка, что они тут нагородили. Вот эти, например, здесь у нас запрещено. И вот эта халабуда, что они тут настроили. Она, вот мой участок, сейчас я вам покажу. Это вот досюда. Вот где эта земляничка у меня за кого-то. То есть, и отсюда у них начинается их участок. То есть, они очень близко к моему участку построили свою вот эту... Я не знаю, как назвать эту... Ну, тепличка, это как бы тепличка, но не знаю. Вот, понимаете? И они, короче, как сказать, друзья, должны были метр отступить от моего участка. И, во-первых, эта халабуда не соответствует их участку. У них всего 100 квадратов. Они имеют право, то есть, на маленький такой... На маленькую тепличку. И она должна стоять не так, вот как поперек они поставили, а в длину. И также, вот, например, смотрите. Например, вот моя теплица стоит, вы с этой стороны. Вот, смотрите, надо замерять вот ее примерно. Вот с этого угла. И вот до этой границы следующего участка. Ну, у меня тут получается метр с небольшим. Вот. А также, смотрите, мои соседи также рядом со мной. Они вообще ничего не высаживают. Тут вот у них, они высадили кусты. И тоже спрашивали, как бы, ну, не то, что разрешение, а спрашивали у меня. Светлана, тебе не помешает? Я говорю, ну, нет. Вот, то есть, вот, видите, никакой тут, никаких награждений, заграждений, ничего нет. Вот стоят только мои эти половинчатые бочки. Но они, как бы, тоже не против. Но эти мои соседи, господи, горе соседи. Раньше здесь у меня был швейцарский дедушка, но он уже, как сказать, было ему тяжело за гарденом, за огородом ухаживать. И вот он продал им. Но эти мне тут понастроили, в общем. Никаких правил, никаких тут вам законов. Вот. И флаг, господи. Еще его так не видно, а когда развивается, это бедная рваная тряпка. Хоть бы сняли. Вот. Ну, опять же, хочу что сказать, друзья. Я тоже не без греха. То есть, вот у меня, я могу рассказать о своем, как сказать, нарушении. Вот у меня вот это дерево, по правилам нашим огородническим, должно быть намного-намного короче. То есть, вот сейчас осенью мне надо будет его спиливать. Это у меня вот это слива, что вы могли видеть в моих видео. Вот. Это очень сильно разрослась. По правилам это запрещено. А также, я вот покупала яблоню. В этом году она у меня вообще почти, не почти, а вообще яблонь, яблок не дала. И также очень мало было черешни. И вот черешня. Когда я покупала эти саженцы, было написано, что это низкорослые сорта. Но, тем не менее, вот смотрите, как у меня это яблоня. И плюс у меня еще на этой яблони, друзья, на одном стволе привито, ну тут у меня тут небольшой такой, даже большой вообще беспорядок, три сорта. То есть, на одном стволе яблони, три разных сорта. И она у меня так разрослась, хотя стояла, что это мини-яблоня. И черешня также. И вот, это мое нарушение. То есть, хорошо, что у меня вот те соседи со мной, но это у них вообще получается как бы задняя часть огорода. И они как бы, я им говорила, но они без претензий. Но я, тем не менее, знаю, что это запрещено иметь такие деревья. Вот у меня, например, груша здесь тоже в этом году ничего не дала. Вот, ни одной грушинки, не знаю почему. А в том году было 10 или 12 грушин. А вот, одна тут висит груша, нельзя скушать. Вот она, одна тут грушка бедная, несчастная тут. Так что вот, я тоже нарушаю, как говорится, правила. А еще вот у меня, друзья, тут виноград. Я его, как сказать, убирала, обрезала под самый корень, а он растет и растет. Господи, как сорняк. Он мне абсолютно не нужен, но тем не менее, вот смотрите, тут его сколько. Разрослось. Вот, друзья. Опять обрежу его. Он, ой, да, я даже тут не заглядывала. Вот, я с этим переездом вообще мне тут, этот угол вообще запущенный. Господи, сколько винограда. Так что вот, тоже надо его обрезать, чтобы ветки не заходили на чужую территорию. То есть это все запрещено. Вы видите, что у нас нет никаких заборов. Все открыто. Все, как говорится, вот эти участки полностью открыты. Никаких заборов городить нельзя. Никто никому никуда не заходит. Вот, смотрите. Вот, показываю вам следующее. В принципе, мы все тут как бы дружно живем. Ну вот, кроме вот моих новых тут, которые, я не знаю, может, они... Ой, ладно, не буду говорить плохих слов. Каждый сам за себя решает, как ему поступать. Так, друзья, ну вот, хотела вам рассказать про наши тут правила, что должен быть, как говорится, один участок от другого. Нельзя строить никаких построек. Должны быть где-то метр отступать от одного участка. То есть даже кусты. А, ну вот у меня еще смородина там в углу. Вот, друзья, тоже как бы я к ее участку приблизилась, тоже нарушаю правила. В общем, здесь сплошные правила. И не все их, как говорится, соблюдают. Вот сейчас у нас будет, как сказать, переизбрание президента. Я думаю, что многие правила в нашем огородном участке поменяются. Обязательно буду вам рассказывать и держать вас в курсе, что у нас происходит. Весь, очень весело у нас, друзья, здесь в огороде. А на сегодня все. Ставьте лайки, пишите комментарии. Напишите, пожалуйста, что бы вы хотели узнать о наших правилах швейцарских в нашем огороде. А мы с вами увидимся в следующем видео. Желаю всем хорошего дня!